Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаются наши программы праздничные, постпраздничные. Ёлки здесь еще у нас в студии. Это означает, что новый 2020 год только набирает свои обороты. Есть еще многие воспоминания, которые, свеже нашей памяти, связаны с 2019 годом. А есть воспоминания, которые проходят через всю жизнь, причем нескольких поколений. И эти воспоминания иногда помогают нам жить и действовать правильно. Сегодня у нас здесь, в студии, у нас в гостях Василий Павлович Гиргиади, полковник в отставке, летчик, снайпер. У него много сейчас ответственных должностей. Постепенно я каждую должность назову. Но начнем с того, что сегодня Василий Павлович у нас здесь в студии, в форме. Василий Павлович, скажите, вот Новый год, только-только мы его встретили, у летчиков есть какая-то особая традиция встречи Нового года? Или тоже как все? Я почему имею в виду, и если не придет, господи, боевые условия идут, и в мирное время? Вы знаете, в боевых условиях я не участвовал. А так мы, как все обычные люди, встречаем Новый год в семейном кругу, а потом, после 12 часов ночи, выходим на улицу, встречаемся со своими друзьями. Это было с лейтенантских пор, я это очень хорошо помню. Служил тогда в Белоруссии еще. Я сразу после училища попал в Белоруссию. А училище Вы заканчивали? А училище Армавирское. Чисто ПВОшное училище было Армавирское. Вот я его в 69-м году. В этом году мы отметили 50 лет окончания. В прошлом уже, в 2019-м. Ну да, в 2019-м году мы отметили 21 сентября, встретились однокашники по училищу. Где-то 67 человек нас, маловато уже было. Вот собрались в Армавире и отметили свое 50-летие окончания училища. А как Вы еще считаете, я пока новогодняя тематика у нас еще рядом, вот очень часто изображают Дед Мороз, Санта-Клаус, кто угодно, летящие на карете, сани и так далее. Все равно как-то намекают на работу летчика. Не встречался Вам Дед Мороз в воздухе-то никогда? Не только Дед Мороз и кое-кто еще тоже не встречался. Ковер-самолет. Ковер-самолет, хотя я был на высоте 27 километров. Самолет был МиГ-25, самый скоростной, самый высотный самолет в мире. Хорошо. Василий Павлович, одна из Ваших сегодняшних работ – член Совета клуба заслуженных военных летчиков. Я так понимаю, что это клуб, который объединяет тех людей, которые уже давно верой и правдой служат Отечеству. Какова сегодня задача этого клуба? Ну, самая главная задача – это помощь в социальном положении, будем говорить, и летчиков заслуженных. Так вроде бы сейчас так очень активно активизировалось. Летчиков заслуженных. Приходится, да? Все организации, значит, ну, даже простое, организация проводов «Последний путь» тоже, понимаете? А так, задача главнейшая сейчас, будем так говорить, не только по клубу заслуженных летчиков, это по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Дети наши многого не знают. Поэтому ездим и по школам, по лицеям. У нас есть лицей 1598 здесь, в Москве. Наш, будем говорить… Подшепный. Подшепный. Это одно. Там и музей есть небольшой. Вот именно клуб заслуженных летчиков его создавал. Ну, ведь, смотрите, сейчас, если говорить о патриотизме, да, вот 19-й год, даже, мне кажется, немножко так активизировалась эта работа, потому что у нас здесь в студии тоже были и клубы патриотические создаются, и причем очень разные. Даже у нас здесь, в Московской области, в Люберцах, речь идет о таком аэродроме, где ребята могут свои собранные самолетики запускать. Да, я знаю. Вот, да. У нас приходил организатор этого клуба Сергей Петрович, по-моему. Вот, помимо всего прочего, вы на своих примерах, на примерах из работы, да, почему? Потому что я хочу сказать, кто не знает, Василий Павлович, летчик-снайпер – это не просто вот такое звание, это, конечно, высшая категория, да, правильно? Сколько их существует? А вот и получается, летчик третьего класса, второго класса, первого и летчик-снайпер. И плюс еще заслуженный летчик. Вот так вот. Заслуженный. Вот почему клуб-то заслуженных летчиков. Василий Павлович, что самое сложное в патриотизме? Чего дети не понимают? Историю не знают нашего государства. Им не дают теперь в школе. Элементарные даже. Вот я, будучи мальчишкой в школе, учился пятый или шестой класс, я уже знал, кто такой был Моресьев. Повесть о настоящем человеке. И книга, потом фильм вышел. И книга Бориса Полевого, потом фильм вышел на экраны. Вот. Кадочников Павел, я помню, да, даже артиста. То есть он наш ветеран. Дети не знают этого. Единицы. Буквально вот три дня назад, когда я спросил. Нет. Вот. Вчера. Вчера в зале вот я с детьми общался. Здесь у вас. Так. Собрали детей. Ну, классы. И кадетский класс там один был. Школы, люберец, которые носят звания героев каких-то. Вот здесь. А они не в курсе, кто это. И я спрашиваю про Моресьева. Просто два подняли. Один хлопчик поднял там. И вот здесь вот подняли, что знают. То есть читали. И сказали даже про книгу. То есть они читали это. А нам давали это в школе. Да. В школьной программе была. Да. В школьной программе изучали. То есть правильно я понимаю, что вам приходится заполнять те пробелы и те паузы, которые... Так точно. Так точно. Может быть, с педагогами что-то не то происходит? Нет. А что? Педагоги бы с удовольствием это давали. Ну. Потому что программы такие. То есть министерство, неправильно. Такое. Они специально сократили вот это вот. Все убрали то, что дети должны знать историю и не вырасти Иванами, непомнящими родства. Потому что если вырастет Иван, непомнящими родства, то государства не будет. Но с другой стороны, смотрите, мы же видим продвижение, огромное количество... Сейчас я не говорю о качестве, да, но фильмов снимается, да, на военную тематику. Там танковый биатлон, например, да, каким-то... То есть может быть военное воспитание, может быть, совсем патриотическое. Но смысл в чем? То есть не хватает реальных элементарных форм для того, чтобы ребенок с самого начала... Это, ну, хотелось ему об этом. Заинтересовать. Ну, я вам скажу, танки должны стрелять, а не биатлоны делать. Хоть у нас и заслуженные ребята есть, летчики, которые вот, группы русские витязи, да, стрижи. Ну, да, бывал на Максе. Да, на Максе, да. А я не только на Максе, я и общаюсь вот с Сережей Осяйкиным, командиром стрижей, мы общаемся. И опять же провели в этом году, вернее, ну, в 19-м году мы провели мероприятие с ним, договорились. Кадетов туда ему повезли. Он их всех посадил в кабину, у них 29-го. Теперь все мальчишки и девчонки, там 5 девчонок было, мы только в летчике, значит, и Юлия, вот, преподаватель, их классный руководитель, ой, мы теперь будем и спортом заниматься, и это самое, учиться, и учиться хорошо, потому что он им сказал, что вот так. Такое удовольствие пацаны получили от этого. Они уже другими людьми не будут, вы понимаете? Они только вот будут стремиться, как вот эти... Ну, хорошо, кто-то может вам сказать. Предположим, мы прекрасно понимаем, что тут много вопросов. Кому-то не нравится, как сейчас экзамены проходят, кому-то не нравится, как вузы работают. Есть патриотизм, а есть некая пропаганда войны. Вот надо тоже понять, понять, я о чем говорю, да, вот возвращаясь к некоторым фильмам, да, или к знаменитой фразе, которая меня, например, всегда коробит, если захотите, повторим. Это тоже говорит о том, что воспитание отсутствует. То есть люди должны знать свою историю и относиться с любовью к ней, не с ощущением того, что мы тут всех, как говорится, победим, а с ощущением того, чтобы этого никогда не произошло. Ну, вы знаете, вот я подвожу детей в конце экскурсии, ну, не в конце, а в конце первого зала у нас, и подвожу, значит, к информации. И детям говорю, вот посмотрите, сейчас вам рассказывают, что американцы там победили, там англичане, американцев погибло за всю войну 450 тысяч, англичан 350 тысяч, ну, американцы в основном с Японией там. Да. Посмотрите на наши цифры, сколько людей погибло. 27, почти 27 миллионов. Из них половина – женщины, старики и дети, которые оружие даже в руках не держали, вы понимаете? Дальше, половина в концлагерях. Что они делали? Они же издевались над людьми, над нашими, над детьми. У детей кровь выкачивали для своих солдат и бросали в крематорий. Если захотим мы, вот, повторение, я думаю, этого повторения никто не захочет никогда. То есть речь идет о том, что нужно быть готовым к тому, чтобы этого не произошло. Что не произошло этого, надо быть всегда готовым, ну, страну защитить. Не так, как первое время война, когда началась, конечно. То есть смысл, главный смысл сегодняшнего патриотического воспитания – это знание? Знание и защита своего отечества. И желание. И желание, да, защищать отечество. Причем защищать его кто-то может быть военным, кто-то может быть врачом. Не обязательно. Не обязательно. Каждый должен выбрать. Тот же врач военного лечит, там, мало ли, в каждой профессии. Знать, что это он делает для процветания страны. Для общего дела. Сейчас мы сделаем, Василий Павлович, небольшую паузу, после чего вернемся к нашему разговору. Потому что Василий Павлович у нас еще научный сотрудник музея. И еще председатель одного общественного органа. Так что об этом мы поговорим буквально через некоторое время. В студии Василий Павлович Гиргиаде, полковник в отставке, летчик-снайпер. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы говорим с Василием Павловичем Гиргиаде, полковником в отставке, летчиком-снайпером. Первую часть мы так вот сугубо посвятили патриотическому воспитанию. У меня только один вопрос. Как вы понимаете, я тоже с того поколения. Мой дедушка служил и воевал. И я прекрасно помню, как по школам ходили ветераны. Мы как-то к этому относились неплохо, нормально, хорошо. Но это было традиционно, потому что они все были еще молоды. Чего ж там. Да, сегодня ветеранов практически не осталось. К сожалению, к великому я имею в виду те, кто участвовал в этой страшной войне. Но многие, скажем, люди слово «патриотизм» сегодня воспринимают как какое-то, знаете, вот ты должен исключительно служить государству. Вот как так сделать, чтобы и государство, и чтобы человек и о себе не забывал, о своей семье? Ну, некоторые просто переживают, что вот государство тобой воспользуется, да, и все. И пенсию у тебя даже не будет нормально. Как вот вы это можете объяснить? Значит, вот мы создавали, ну, не я создавал. Мы принимали участие в этом. Общественную организацию. Ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-интернационалистов. Создавали ее до меня еще в 95-м году. Ну, значит, участники Великой Отечественной войны. Было их тогда 485 человек. Сейчас их осталось у нас, я имею в виду в «Заре», осталось 7 человек. Из участников Великой Отечественной войны. 7, наверное, уже под 90 лет там, да? 97 есть вот Пудов у нас, Николай Петрович. Ну, он такой двигающийся, выступает. Президенту этот раз на 9 мая, может быть, видели. Ухватил его за руку, держал долго. И рассказывал, как он был в этом году в Германии, в Берлине, где он закончил войну. И был, посмотрел на эту... Ну, он потом нам тоже рассказывал, но и Владимиру Владимировичу рассказал. Второму будем еще с головой дружить, так мы говорим. Речь прекрасная. Это старший брат космонавта Берегового. Младшие братья, два, они давно уже ушли. А ему вот 13 января будет 102 года. Вот такие ребята. У нас был летчик, единственный в мире, который летал без руки. Левой руки. Значит, Иван Антонович Леонов. Он дожил до 95 лет. Вот в прошлом году, 21 июня, он умер. Это тоже выпускник Армавирского училища был. То есть у них, видно, закалка хорошая была. И вот у этих ребят, я их так называю, молодцы. Вот задача этой организации помочь... Задача этой организации, в первую очередь, чтобы они, будем говорить, прожили оставшиеся свои годы на достойном уровне. Теперь остальным ветеранам уже военной службы, воинов-интернационалистов, боевых действий. Это те люди, которые были и в Египте, и во Вьетнаме, и в Афганистане. Вот такие ребята у нас есть тоже в организации. Чтобы государство про них не забывало. Потому что... Бывают моменты, скажем... Бывают моменты, как нам пенсию сделали в 2012 году вместо 100%, вернее, от 100% 85%. Вот у меня максимальная пенсия была 85%. То есть 15% забрали, что ли? Нет, она была. От 100% моего денежного содержания 85% я пенсию получал. А в 2012 году сделали... Не от 100%, а от 54%. Причем это сделали ветеранам военной службы и МВД. Остальные военные, прокуроры и все это самое, у них так и осталось 100%. Так вот, мы уже 7 лет добиваемся, чтобы нам вернули хотя бы не те деньги, которые у нас уже отобрали, да? А верните, вы сделайте. Так мало того, в указе президента было записано. В указе президента. Ежегодно с 1 января добавлять 2%. И довести это до 100%. Так. Добавили в 2013 году, в 2014 году, а потом Дума начала замораживать. То есть эти 2% не давать, не давать. В этом году Путин своим решением... В 2019 году. В 2019 году Путин своим решением добавил нам эти 2% плюс на инфляцию 4,3% добавили. То есть получилось 3 года нам только добавляли по 2%. Он все равно до конца так... 54,6%. 60. Да. Они пишут, что нам сейчас платят 73,68%. То есть они инфляцию добавляли, инфляцию. Инфляция, она должна была быть помимо того. Ну понятно, да. Понятно. А они нам ее в пенсию. Я так понимаю, что общественная организация занимается этим вопросом тоже. И сейчас Дума, да, и сейчас Дума, да уже сколько мы писали. И сейчас Дума в этом году, вот она буквально, в 2019 году, приняла опять закон о замораживании этих, ну, 43-й статьи, там, 43-я статья пенсионного обеспечения у нас. И сейчас эти 2% заморозить, значит, на 2020-2021 год. Значит, проблема... То есть нам в следующем, в этом году, в 2020-м, не дадут эти 2% опять. Хорошо, а вот организация, я так понимаю, что ведь не единственная организация, их много, они, наверное, пишут письма. Письма куда пишутся? В Госдуму, президенту, Министерство обороны. Да, Шамана вот писали, Шамана вот поднимал этот вопрос сейчас. Но Дума не слышит. И даже депутаты, ну, в основном КПРФ и Справедливая Россия, депутаты встают, что нельзя же этого делать. Ну, указ, ну, вы сами себя уважаете, если ваш указ, и вы его не выполняете. Ну, будем надеяться, что, может быть, в этом году услышат, что Новый год прошел. Не знаю, не знаю. По крайней мере, просто я о чем хочу сказать. Сейчас декларируется разными средствами, опять же, что вот тут военные у нас как бы хорошо получать. И, собственно говоря, наверное, молодые ребята, которые идут служить, вполне возможно, что у них и хорошие зарплаты и так далее, в зависимости от выслуги лета. Но ведь они тоже когда-то станут военными пенсионерами, правильно? Значит, в советское время я лейтенантом получал 146 рублей. Значит, 157 мне начисляли, 11 рублей высчитывали за бездетность. Два года пока у меня дочка была. Было такое налога, да. 11 рублей высчитывали. Так, если бы сейчас эти 146 рублей перевести, получилось бы не 45 тысяч, а гораздо стариннее. Сами понимаете, да? Какая сумма была бы у лейтенанта. Я не говорю уже про остальных. Мы только можем с вами это обсудить, возможно, нас услышат. Да, да, да. Не забывайте, все-таки есть еще власти на местах, которые тоже могут в этом принять активное участие, каким-то образом закрыть этот вопрос. И мне кажется, что... В Люберцах знаете сколько таких ветеранов тоже попавших под... Я общаюсь. Мы поговорили с вами о Совете Клуба заслуженных военных летчиков, штурманов и испытателей, кстати, премьерность названия такое. Да, да, полностью. Также вы являетесь представителем общественной организации ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-националистов, вот то, что мы сейчас обсуждали. Вы председатель фонда «Армавирские соколы», но это понятно, потому что дела летческие. Скажите, вот как вы стали научным сотрудником музея? Это просто вот... Вы желаете... ...души? Очень просто. Музей, кстати, находится в Балашихе, да? В Балашихе. В Балашихе, микрорайон Заря. Это раньше был закрытый городок, военный городок от главного штаба войск ПВО. В 2006 году, по многочисленным просьбам, значит, его открыли. Музей был открыт по инициативе главнокомандующего войсками противовоздушной обороны, маршала Советского Союза, героя Советского Союза, Павла Федоровича Батицкого. Он был 12 лет главнокомандующим, с 1966 по 1978. И вот его инициатива была создать этот музей. Собирал его главный... Или как... Музей войск противовоздушной обороны называется. Да, собирал музей именно противовоздушной обороны. А собирал его командующий авиацией ПВО. Фамилия очень знакомая. Маршал авиации, дважды герой Советского Союза, Савицкий Евгений Яковлевич. Ну, дочку вы все знаете, да, тоже дважды герой. Светлана Савицкая, да. Вы стали научным сотрудником. Значит, как я им стал? Просто директор музея Кнутов Юрий Альбертович. Да, очень хорошо меня знал. И вот он 4 года назад... Василий Павлович, давайте, у нас ушел сотрудник, значит, вот это самое... Ну, вы же, говорит, знаете авиацию, ЗРВ знаете. Ну, уже взаимодействуем все. Вот, почитайте там все. Ну, короче, уговорил он меня. И вот я 4 года являюсь научным сотрудником этого музея. А вот как летчик... Причем летчик высочайшей категории может работать в музее противовоздушной обороны. Рассказывай. С другой как бы стороны. И детям всегда. Почему с другой стороны? Я всю жизнь был летчиком-перехватчиком ПВО. Я служил в ПВО. Понятно. Даже по СРУ-71 один раз нечаянно меня навели. Ну, правда, я без ракет был. Чисто так его на прицеле увидел. АСР это был стратегический разведчик американцев. Самый высотный, тоже скоростной. Вот, на севере там получилось так. Поэтому я только... А ПВО, оно существовало только для защиты границ от внешнего врага. От внешнего врага. Так. Делаю ударение. Защищало крупные города, типа Москвы, там столицы, крупные города. Потом, ну, атомные станции поблизости. Вот, располагались вот такие авиационные полки, чтобы в случае чего можно было их защитить. Это вот... Почему я... Я очень... Это мне знакомо. И я пошел. Пошел. И вот я 4 года уже работаю. Тоже патриотическая работа. Да. Экскурсии. Ребятишек привозят. Почему я очень много знаю. Потому что вижу каждый день... Поэтому очень важно, что это не просто какой-то экскурсовод. Это человек, который... Нет, нет, нет. Василий Павлович, у нас не так много времени остается. Все-таки давайте мы... Вот от вас, да? Мы поняли, что те, кто посмотрит эту программу, услышали те проблемы, которые сегодня существуют. Вернемся к патриотизму. Что самое главное вы хотели бы поменять, чтобы сердце ваше успокоилось? Вернуть образовательную программу? Вернуть в СССР самое лучшее было образование в мире. Самая читающая нация была русский народ. У меня по русскому литературе, ну, не только, а по остальным предметам, были пятерки. Я знаю русский язык лучше, чем некоторые русские. Я предлагаю сделать так. Давайте вернем самое лучшее оттуда. Потому что так все возвращать, наверное, нельзя. Я понимаю, да. Времена другие. Самое лучшее. Спасибо, Павлович. Хочется пожелать... Год-то у нас 20-й. Ну да. Год ответственный. Год 9 мая будет особый праздник. С 75 лет. Всем вашим коллегам, которые работают в разных общественных организациях, хорошего нового 2020-го юбилейного года. Вам тоже всего самого доброго. И чтобы молодые ребята, которые будут приходить к вам на ваши экскурсии, на лекции, на встречи, чтобы они радовали вас, отвечая на ваши иногда, может быть, в хорошем смысле слова провокационные вопросы. Василий Павлович Георгиаде, полковник в отставке, летчик-снайпер. Поздравьте с Новым годом всех, собратьев. Дорогие друзья, хочу вас поздравить с Новым годом, 2020-м годом, 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья, счастья, радости от ваших близких, родных и друзей. Ну и будем надеяться на лучшее. Отлично. Будем надеяться. Василий Павлович Георгиаде, полковник в отставке, летчик-снайпер. Это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»